В минувшую пятницу, 29 января, на заседании комиссии по градостроительству и среде Даугупилской думы был рассмотрен вопрос о предложении Латвийской Федерации Футбола о получении в дар надувного манежа. Данное надувное сооружение прекрасно подходит для защиты игровых площадок от морозов и непогоды, во время которых можно спокойно продолжать тренировочный процесс. Пока что руководство города и специалисты склоняются к варианту сезонной установки такого холла на стадионе «Строитель». Мнение было, что это реально самый лучший вариант – это стадион «Строитель». На данном поле, потому что это поле нужно менять тоже, он уже в не очень хорошем состоянии, и нужно менять. Если федерация согласна помочь и заменой поля этого, тогда мы можем просто планировать только расходы на установку и на эксплуатационные расходы, которые не будут такие большие. Конкретно в этом году в бюджете деньги пока не заложены, потому что нужно определиться до конца с местом. Помимо передачи надувного манежа, Латвийская Федерация Футбола также намерена выделить для Даугупилса искусственное покрытие. В замене которого стадион «Строитель» нуждается уже давно. Все это, однако, подразумевает для самоправления и выполнения ряда обязательств перед Федерацией. В переочередь это касается возведения трибун и расширения ограды на стадионе «Эспланада», где ранее уже было заменено покрытие. Задача по проведению закупки на эти работы поручена Даугупилскому Олимпийскому центру. Средства для этого заложены в бюджет города на 2021 год. В этом году запланировали определенные деньги для того, чтобы закончить этот проект. Это установка трибун и переноса, конечно, установка нового забора для зоны безопасности здания, для того, чтобы там можно было не только тренироваться, но и иногда, когда нужно проводить чемпионаты высшей лиги Латвии по футболу. Поэтому, в принципе, мы ждем результат закупка, который будет организован Олимпийским центром, и потом эти работы начнутся уже в выполнении. Спортивные тренеры и специалисты отмечают, что надувной холл является прекрасной зимней альтернативой занятиям в помещениях, что также актуально в условиях COVID-19, когда тренировки допустимы только на свежем воздухе. При удачном ходе проекта футболисты смогут заниматься и играть под надувным куполом уже в этот осенний-зимний период. Если же возникнут какие-либо трудности, то включиться в программу Латвийской Федерации Футбола можно будет и в следующем году. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.